В этот день, 7 мая 1756 года, Московский университет начал издавать газету «Московские ведомости», вторую газету в России. 7 мая 1895 года ученый-физик Александр Попов осуществил первый в мире сеанс радиосвязи. В России в этот день отмечают День радио. 7 мая 1985 года Совет Министров принял постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. Начиналась эпоха «сухого закона» в СССР. 7 мая 1875 года состоялось подписание русско-японского договора в Петербурге, согласно которому Россия уступила Курильские острова в обмен на остров Сахалин. В этот день, 7 мая, родились Борис Слуцкий, советский поэт, ветеран Григородической войны и известный своими стихами о войне. Отто Струвы, астроном, видный ученый и директор Пулковской обсерватории. Петр Чайковский, выдающийся русский композитор. Петр Ильич Чайковский, величайший и популярнейший композитор в истории человечества. Родился он в 1840 году, отец его, Илья Петрович, был инженером. И во времена его работы на Воткинском сталь-литейном заводе и появился на свет музыкальный гений. Крещен был мальчик 17 мая в Благовещенском кафедральном соборе. Увлечения у маленького Пети были очень творческие, поэзия, биография короля Людовика XVII и, конечно, музыка. Три брата и сестра составляли детскую компанию мальчику, но уже в 10-летнем возрасте Петю определили в подготовительный класс императорского училища правоведения в Петербурге. Тогда же семья Чайковских пополнилась братьями-близнецами Модестом и Анатолием. Кстати, Модест будет позже неизменным автором либретто ко всем большим произведениям брата. В столице Петя очень тосковал по родителям, которые были до поры на Урале. И в 1852 году Илья Петрович со всем своим семейством окончательно перебрался в Петербург. Два года спустя от холеры умерла мать, что для 14-летнего Пети стало страшным ударом. В это время занятия по фортепиано весьма помогли юноши отвлечься от горя и, в конце концов, полный В 19 лет, окончив училище правоведения, Петр Ильич поступил на службу в Министерство юстиции. Но какая чиновничья работа для музыкального гения? Хотя он и прослужил в Министерстве несколько лет, но музыка влекла. Чайковский бросил все и поступил в только что открывшуюся Санкт-Петербургскую консерваторию. Этот решительный шаг дорого ему обошелся. В долгах, в бедности прошли первые премьеры композитора. И они никого из служителей, увы, не вдохновили. Когда Чайковскому было 26 лет от роду, он окончил последний курс без видимых перспектив, в безвестности, без нормальных материальных средств. Судьбоносным стало приглашение в Москву преподавать в организованной Николаем Рубинштейном консерватории. 1870-е годы – это годы путешествий, годы работы в консерватории и музыкальным критикам в русских ведомостях. И, безусловно, годы творческого поиска. Первый фортепианный концерт, оперы «Опричник» и «Кузнец Вакула», балет «Лебединое озеро», три первые симфонии – все это создано именно тогда. В 1878 году, чтобы сосредоточиться только на сочинениях, Чайковский ушел из преподавателей. Нашлась и покровительница Надежда фон Мек, которая выделила бедному композитору ежегодную субсидию в 6 тысяч рублей. Это позволило, наконец, творить. Из-под пера автора вышли выдающиеся сочинения к опере «Евгений Онегин» и «Четвертой симфонии». Наступил расцвет и долгожданное признание. Его наградили орденом Святого Владимира. Он триумфально дирижировал собственными сочинениями в Европе и Америке. Несмотря на грандиозные успехи за границей, вот что он писал Ипполитову Иванову. Находясь же там, я все время страшно тосковал по России и всей душой стремился домой. В мае 1893 года он возведен в звание почетного доктора Кембриджского университета. Последние годы жизни композитор жил в Клину, там в уединении Чайковским созданы многие его шедевры, в том числе Третий фортепианный концерт и Жестая симфония. 1 декабря 1893 года в ресторане Лернера Чайковский обедал. Он попросил стакан воды. Ему принесли. Увы, вода оказалась некипяченой. В это время в Петербурге свирепствовала холера. Уже на следующий день композитор почувствовал себя плохо. Вскоре Чайковский умер. Отпевали гения в Казанском соборе при огромном стечении людей. Похоронен Петр Ильич в Александро-Невской лавре.